Горностай в мультфильме «Попив из фонтана молодости». Автор сценария Дэвид Фейс – Майкл Райан. Режиссёр – Дэвид Фейс. Испания. Эль сеньорита, сара сеньорес! Эль король Испании! О-о-о! Король Испании – это король страдания! Оля! Мне нужно два смелых конкистадора для очень важной поездки. Понимаете, мы обеспокоены судьбой сеньора Бештанов де Леона. Он уплыл пятьсот лет назад в новый свет, искать фонтан молодости. Но не вернулся. Так он выглядел. Смотрите и разочаруйтесь. Да, неприятный тип, не так ли? Не волнуйтесь, король, мы найдём сеньора Бештанов де Леона и фонтан молодости. Я горностай – конкистадор. Ах, фонтан молодости. Только подумай, что это значит, человек никогда не состарится. Важные учёные смогут жить вечно, делая научные открытия. Ты сможешь быть прапрапрадедушкой и выигрывать у своих прапраправнуков баскетбол один на один. Что вы думаете, сеньор Бабуин? Эээ, вы говорите, сэр? Оу. Эй, послойте Эр управлять Галеоном. Галеоном? Нет, ты не сможешь им управлять. Ты разрушил последние тридцать семь Галеонов за минуту, когда я дал тебе штурвал. Да ладно. Эр тоже хочет быть капитаном и управлять Галеоном. Но только осторожно. Эр рулит Галеоном, Эр рулит Галеоном. Португалия, Франция, Испания, Африка. Смотри, что ты наделал. Ты подобил Португалию. Ой. Ещё один живой народ и культура потеряна из-за твоего неумелого управления. А ты можешь сказать только ой. Эр, стыдно. Ничего. Направим Галеон в новый свет. У тебя не возникает чувства, что Испания отстала от времени? Что, сеньор Бабуин? Эр хочет вернуться в Испанию. А почему ты хочешь это сделать? Потому что мы доплывём до конца света. Пустыню. Собвения. Не волнуйся. Мир круглый, как этот мяч. Нет, он плоский, как твоя голова. Мы погибнем. Эй, у Эр есть идея. Может быть, Эр устроит мятеж против Горностая? Нет, мы почти уцели. Посмотри в мою подзорную трубу. О, это правда. Эр видит землю. Видите, сеньор Бабуин? Мы не погибнем. Журнал Конкистадора. День шестнадцатый. Земли ещё не видно. Мой напарник обезьяну уже сходит с ума. Я не знаю, сколько его ещё можно будет дурачить старым трюком грязь перед телескопом. Возможно, стоит выбросить обезьяну за борт. Журнал Эр. Эр, горностай глупый. Он идиот. Он доставляет Эр плыть к новому свету, где растут только мёртвые ветки. Может быть, стоит выбросить телескоп. У-у-у, смотри, Эр сделал открытие. Что там, сеньор Бабуин? Сегодня полнолуние, дорогой. Сегодня не полнолуние. Ты ничего себе! Я думаю, мы приближаемся к Бештанов-де-Леону. Журнал Конкистадора. Мой первый журнал заполнен, так что я буду писать в журнале Бабуина. Тревожный вид Бештанов-де-Леона означает, что легенда о фонтане молодости правда. С большим волнением и опасениями мы приближаемся к неоткрытому новому свету. Отель Майами-Бич. Мы сделали это! Однако я чувствую, что Испанию опередили. И уже кто-то открыл этот новый свет. Поиск Бештанов-де-Леона и фонтана молодости завел нас далеко в болото, где мы увидели много экзотической фауны. Проследим за молодым представителем этой фауны. Возможно, он выведет наш фонтаном молодости. Помоги мне! Эр не умеет плавать! Эр не любит фауну безчастной с бочками и зубами. Не расстраивайся! Мы почти на месте. Давай приборкуемся и пойдем пешком. По моим расчетам, нам туда. Ага, теперь вниз. Сеньор Бабуин, подождите меня! Помедленнее! Сеньор Бабуин, подождите! Что тебе нужно, Белка? Бештанов, я полагаю. Именно так. Вы не можете пить из фонтана молодости. Никто из вас. Уходите! Я никому не даю пить из него последние пятьсот лет. Он мой! Так, сеньор Бештанов, как вы узнали, что это настоящий фонтан молодости? Я похож на глупца. Прямо на нем написано молодым. Потому что это фонтан для молодых. Прямо напротив, фонтан для взрослых. Но одна вещь меня удивляет. Почему вы не состарились на пятьсот лет? Я не справляю день рождения после тридцати девяти. Теперь все понятно. Мне интересно, почему вы правда не состарились? Хорошо выглядите у меня в генах. Я сомневаюсь. Идемте, сеньор, если мы отправимся в Испанию сейчас, мы успеем на корриду. Ну, может быть, мы не нашли фонтан молодости. У человечества не будет вечной молодости. Это просто легенда. Но оно и к лучшему. Вы не согласны? Я, возможно, ошибся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!